Почему вот социальная вот эта защищенность, как перед этим сказал, что реально ложится тяжким временем на самих шведов и норвежцев? Почему? Потому что они дисциплинированные такие, да, граждане, трудолюбивые достаточно. Это же германцы, германские народности, северо-германской народности, что норвежцы, что шведы. И они достаточно дисциплинированные и, скажем так, законопослушные граждане. Поэтому, естественно, они трудятся, платят налоги, налоги огромные у них, что в Швеции, что в Норвегии. И за счет этого они могут, скажем так, большие пособия выдавать безработным, социально уязвленным населением и прочее, прочее, прочее. Но на самом-то деле это не совсем хорошо. Почему? Потому что законодательно Норвегия сказал, что у них детей могут отобрать. И поэтому вот эта социальная, якобы, обеспеченность, якобы, я акцентирую на этом внимание, потому что за счет этого идет ущемление других вот этих нематериальных. Такая ситуация была у северных народов, когда в свое время вот в том же Ямале есть такая народность Ганасаны, которая практически исчезла, когда вот детей в свое время начали забирать интернаты. Матери не могли понять, почему не могут видеться со своими детьми, и в итоге они спивались. И рождаемость у них упала, потому что матери сильно горевали и спивались. И вот этот Ганасаны, эта народность, ну, практически, можно сказать, исчезла от этого. Хотя до революции они были достаточно многочисленными народностями. Вот так же вот с коренными норвежцами происходит. Из-за этого вот сейчас идет трудовая эмиграция. Хотя сами норвежцы раньше хорошо вот рыбную отрасль, промышленности сами. А теперь рабочих рук не хватает. Поэтому вот эта социальная защищенность, скажем так, иммигрантов, на самом-то деле это, скажем так, засилие государства. Но в итоге оно выходит боком самим коренным норвежцам. А иммигрантам, конечно, которые были излечительны из этих полуварварского, полудикого состояния, это, конечно, край, да, окажется. Но эта материальная обеспеченность, она достигнута предыдущими поколениями норвежцев. И разбазаривать это в пользу пришлых каких-то иммигрантов, которые вот не хотят сами развивать свое общество у себя на родине, а на все готовенькое пребывают и захватывают вот эти ниши, скажем так, это нехорошо. По большому счету, они же не прошли вот этот долгий путь этнического вот этого развития, вот этой свободы, в которую Европа шла полтора тысячелетия. Они вот на все готовенькое пришли и начинают вот свое туда приносить. Вот это, в моем понимании, не является хорошим.